Друзья, всем привет! С вами Данила Белоконь и это передача Автоньюз. Рад с вами разделить эти прекрасные деньки. К нам наконец-таки пришла прекраснейшая погода. А вместо с ней хорошим настроением будем делать обзор на новенькую Hyundai Kona N-Line. Друзья, касаемо спецификации автомобиля, здесь у нас широчайший выбор. Начиная от двигателя, можно варьировать от 1 литра до 1,6 литров. Касаемо трансмиссии, есть 7-ступенчатая автоматическая коробка передач, есть мануальная, есть передний привод, есть полный. Касаемо непосредственно самого двигателя, есть электронная версия, бензиновая, гибридная и так называемый дизель-майл-хайбрид. Для тех, кто не знает, это технология частичного поддержания двигателя внутреннего сгорания, которая добавляет крутящего момента и тем самым улучшает экономию бензина и уменьшает вброс в окружающую среду. И давайте вернемся обратно к двигателю. Значит, у нас есть литровый 120 лошадиных сил, гибридный дает 141 лошадиную силу, дизельная 136, а самая мощная, полноприводная версия выдает целых 198. Друзья, напоминаю, что N-Line для Hyundai это все равно, что N-Paket для BMW. И что же есть у этого N-Line? Снаружи у нас есть специальные 18 диски N-Line. Пойдемте вот сюда. Тут у нас красуется спортивный диффузор и двойная система выхлопа. А теперь пойдемте вовнутрь. Что у нас внутри? Alcantara салон, вентилируемые сидения, сами сидения N-Line. И также онлайн спецификации металлические педали и шумоподавляющее лобовое стекло. Друзья, ну давайте еще пару слов поговорим про интерьер автомобиля. Стоит обратить внимание то, что здесь кругом фигурируют красные элементы. Например, тут у нас красная окантовка по сидениям, на коробке передач. Тут еще на этих штучках, которые двигают поток воздуха. Также на руле. Что еще? Наконец-то полностью цифровая панель управления и классический дэшборд. Здесь центральная мультимедиа, в которой абсолютно ничего здесь нет нового. Здесь все стандартные городские решения, которые помогают нам в повседневной езде. Друзья, мы с вами перебрались на задние ряды автомобиля. Сразу стоит отметить то, что количество места здесь составляет желать лучшего. Давайте попробуем. Ну нет, все равно мало. Значит, несмотря на то, что здесь мало места, здесь у нас есть подогрев сидений сзади. Это плюсик. Что у нас тут? Тут у нас абсолютно минималистичный дизайн, о котором абсолютно мне не о чем рассказывать. Так что пусть он идет обратно. Хорошо. Я думаю, что сзади у нас все. Интересный факт. Здесь музыка крал. Друзья, базовая комплектация обойдется вам, начиная от 17600 евро. А комплектация онлайн станет вам почти 29000 евро. Так, первые секунды за рулем автомобиля. Первое, что стоит отметить, сразу управляемость. Я даже еще не выехал, но мне уже нравится, как крутится руль, то есть как он отдает. Скажем так, то что, ну, это с первого момента, как ты садишься за автомобиль, можно вот понять, это там автомобиль, который под тебя подходит или не под тебя. И сама управляемость я сразу ставлю плюсик, потому что мне, ну, такое нравится. Значит, по управляемости я похвалил автомобиль. Тут у нас три режима. Драйв-мод есть. Он мне только что предупредил, что я мог врезаться. Он спас нам жизнь. Вот, есть эко-режим, есть спортивный режим и есть, ну, нормальный режим. Когда мы переключаем режимы управления, тогда вместе с этим меняется и цветовое решение у приборной панели. Друзья, пока мы с вами забираемся на мост, еще стоит отметить сам непосредственно комфорт езды. Здесь спортивные сиденья, хотя это не ковши, но они все равно фиксируют твое тело довольно жестко. Это нормальное решение, именно вот в такой форме держать водителя, потому что, ну, в повседневной езде ехать полностью на спортивном сиденье, ну, вы устанете просто, потому что они очень жесткие. Здесь, ну, в хорошем смысле этого слова, сиденья жесткие. Еще сам размер автомобиля, он довольно маленький, соответственно, маневренный. Еще звук хороший. У нас вот как раз-таки то, что мы показывали онлайн, это с двойным выхлопом. Да, да, можно сказать, что автомобиль спортивный, он подсказывает. Полный привод. Хорошо держит. Здесь еще интересная вещь есть, то, что здесь можно заблокировать дифференциал. Так, лепестки. Сейчас мы в трактор вреземся и как раз проверим торможение. Так, нам заблокировал дорогу трактор, это значит, что мы сильно сбросили скорость, чтобы мы могли протестировать наши лепестки. Для повседневного автомобиля Н-Лайн разгон нормальный. Нехороший, неплохой, нормальный. Здесь у нас хороший, скажем так, акцент на управляемость автомобиля. Мне вот, ну, нравится то, что он такой стабильный, он маленький, да, он полный привод, и он прям, ну, отдает. То есть вот на таком, вот если тоже сравнить BMW, там, ну, они такие тяжелые, там, вот взять E60, F10, они там, ну, тяжелые, пятерки такие, а он со звуком... Пока у нас есть время проверить музыку. Музыкальную систему Creole. Чистый звук. И давайте еще, знаете, что проверим? Кондиционер, потому что все очень жарко. Это, конечно, здорово, то, что... А, да, слушайте, в автомобиле жарко, но у нас же есть... У нас же есть вентиляция сидений. Мне еще расскажу, если я говорю несколько раз, то это положительный знак для обзора автомобиля, потому что это, знаешь, что хочется застрить внимание на этом управляемость. Вот выделить управляемость этого автомобиля... Он не такой, чтобы ему ставить, там, пятизвездочный рейтинг из пяти, но он хорошая управляемость там. Ну вот, что, пойдем прощаться с вами. Ну что, друзья, пришло время подводить итоги сегодняшнего нашего выпуска. Мы с вами покатались на Hyundai Kona N-Line. И что он нам оставил? Он нам оставил за собой приятную цену, хорошую управляемость, красивый салон и весь набор функционала, который необходим для повседневной езды. А я еще раз хочу вас поздравить с началом прекрасной погоды. Меня зовут Данила Белоконь. Это передача Автоньюз. И до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!